Уж сколько раз твердили миру, что лесть гунусна, вредна. Но только все не впрок, и в сердце льстец всегда тыщет уголок. В вороне где-то бог послал кусочек сыру. На ель ворона, взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Да, подзадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близоконько бежала. Вдруг сырный дух лесу остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом. С вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша. Ну что за шейка, что за глазки. Рассказывать так право сказки. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский должно быть голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой, и петь ты, мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица. Вещу не наспахвал, вскружилась голова. От радости взабул дыхание сперло. И на приветливые лисицыны слова. Ворона каркнула во все вороне горло. Сыр выпал. С ним была плутовка такова. Эльвире Набиулиной вручили золотую медаль спустя 30 лет после школы. Глава Центробанка, одна из немногих женщин на высших должностях в России, да и в мире не так-то много дам, кому доверено управление всеми деньгами страны. И вот только некоторые даты ее биографии. 1986 год. С красным дипломом окончила МГУ. 1991 год. Работала в Российском Союзе промышленников и предпринимателей. 1991 год. Вице-президент Центра стратегических разработок, который возглавлял Герман Греф. Вы видите, откуда еще у них дружба идет? То есть с 1999 года это уже точно. Может быть и до этого были знакомы. 2007 год. Она министр экономического развития и торговли. 2013 год. Стала главой Центробанка. Глава Центробанка России. Предельно непубличный человек. Она крайне редко дает интервью. Причем о себе рассказывает совсем мало, в основном о работе и о финансах. Она такая была всегда, сказал собеседнику Ришат Шарипов, директор 31-й школы в городе Уфе, где училась будущий главный финансист страны. Учителя и одноклассники помнят ее как спокойную, очень усидчивую, ответственную ученицу, которая основное время посвящала учебе. Вот интересно, памятник поставят ей во дворе школы. А надо было бы. Шарипов, ты вообще обрати на это внимание. Может быть и здесь лезть твоя прокатит. Маслицем-то подмашь, не все же просто в лоб. Такие вещи делать, как золотая медаль. За школу через 30 лет. Это уж совсем, конечно, кощунство такое перед народом объявлять. Но если ж ты решился, то еще маслицем-маслицем помашь да метком. А это значит, установи бюста во дворе школы. Если бы моя программа была в Америке, я бы представил вас как воплощение американской мечты, которая говорит о том, что любой человек может стать кем угодно, лишь бы он очень хотел и очень старался. Начал свое интервью с Набиулиной Владимир Познер. Эльвира Набиулина родилась на Урале. Ее отец был водителем автобазы. Мама работала на заводе. Это, согласитесь, довольно скромный старт. И все первые успехи были добыты своим трудом. Девочка училась на отлично, но при этом почему-то не стала медалисткой. Когда вы слышите такую биографию, папа водитель автобазы, мама работала на заводе, плюньте всем тем, кто об этом говорит в глаза. Это неправда. У нас принято подтасовывать биографии людей, которые стоят над нами. То есть человек, который руководит и распоряжается всеми финансами в нашей стране, вдруг говорит о себе, что папа водитель автобазы, а мама работник завода. Несостыковочки. Во многом несостыковочки. Конечно, можно и насчет Набиулиной покопаться и найти, кто ее родители на самом деле, и где девочка родилась и воспитывалась. Но вот директор школы решил обратить на себя внимание, но почему он ей тогда, 30 лет назад, не выдал эту самую медаль? Потому что был другой директор школы, который не считал девочку медалисткой, или она не училась в этой школе. Это тоже может быть. То есть девочка приехала в Россию из другой страны. Как это сделали многие и многие и многие те, кто стоят сегодня над вами, друзья. Этих фамилий можно перечислять, не перечислить. Это все те, кто стоят наверху. Многие из них, те, кто совсем наверху, я имею в виду, они не учились и не жили и не воспитывались в Советском Союзе. Поэтому, если Эльвира Набиулина вообще не училась в этой школе, то о какой золотой медали может идти речь? Но однако же через 30 лет решили сказать о том, что она все-таки училась в этой школе. Для чего? Ну, друзья, элементарно. Мы же меняем Конституцию под того человека, который должен прожить в России не менее 25 лет и никогда не жить в другой стране. То есть и не иметь отношения к другим странам. Соответственно, Эльвира Набиулина, возможно, может претендовать на пост президента России. А почему бы нет, друзья? Именно для этого через 30 лет директор школы, где она не училась, решил напомнить о том, что она там училась, и выдать ей золотую медаль. «Мне не дали золотую медаль. Видимо, их на всех не хватило. Но я кончила на все пятерки», – рассказывала Набиулина. Свет на эту историю параллели в ее школе. Тогда были очень строгие требования, а Набиулины поставили по итоговому сочинению 4. «Этого оказалось достаточно, чтобы не дать ей медаль», – объяснил Решат Шарипов. Но оценка сочинения – это же субъективный фактор, если нет ошибок, а содержание можно оценить по-разному. Поэтому года 3-4 назад мы решили устранить эту историческую несправедливость и через Министерство образования запросили «Золотую медаль» для Набиулиной внесли изменения в книгу выдачи аттестатов. Медаль самую настоящую, золотую, мы передали родственникам Набиулиной. Но о ее реакции нам неизвестно. Естественно, друзья, Набиулина не стала унижаться, чтобы ехать за этой медалькой в школу. Но это же абсурд, да? Это же действительно абсурд с высоты ее положения ехать в школу, где она, возможно, и не училась, и получать эту медальку. Но это какой-то бред сивой кобылы, друзья, на самом деле. И этот Шарипов, ну, пусть унижается. Но что же делать, когда жизнь такова вокруг него? Он же директор школы. Он подал хороший пример всей школе и всему Башкортостану. Вот так надо уметь быть Лисой Патрикеевной. Вот так надо уметь петь ласковые песенки. Ну, а, конечно, Набиулина не поехала. И тогда Шарипову ничего не оставалось делать, как передать эту самую медаль кому? Родственникам. Какие родственники? Но только ни мама и ни папа. Какие-то, может быть, десятые родственники или вообще непонятно, кому он там ее передал. Школьная несправедливость не только не сломила будущую главу ЦБ, но и, кажется, добавила ей сил. Возможно, этот факт и сделал из нее такого руководителя ЦБ, который смог работать именно тогда, когда потребовались наиболее жесткие и непопулярные меры, такие как закрытие десятков банков или повышение ключевой ставки в 2014 году. Первое впечатление от Набиулиной – робко улыбается, говорит тихо. Ее воспитанность граничит с застенчивостью. Но это все обманчиво. Она умеет спорить, быть настойчивой и подпустить сталь в голос так, что становится жутко. Так вспоминают о ней коллеги. Большая часть этих черт была заложена еще в детстве строгой и требовательной бабушкой, которая, как вспоминают земляки, при занятых родителях много занималась воспитанием Эльвиры. Ну да, конечно, шофер и работник завода, они очень заняты, и все свалилось на бабушку. Ох, друзья, вот это ложи. Это ложи в биографиях наших первых лиц. Она, конечно, свято заставляет вас поверить, что это правда. После школы Набиулина покинула родной город и поехала в Москву поступать в МГУ. Факультет выбрала не самый ходовой для 1981 года. Экономический. И стала одной из ведущих студенток на курсе. Золотая медалистка, стипендиантка Карла Маркса, любившая марсистско-ленинскую политэкономию, свято верившая в идеалы коммунизма. Одна из первых студентов, принятых в партию у нас на курсе. В общем, образцово-показательный советский человек. Характеризовал позже экономист, однокурсник Набиулиной Сергей Алексашенко. Думаю, она никогда не собиралась делать такую государственную карьеру. Сейчас взгляды, конечно, изменились. На жизнь смотрит трезво, понимает, как она устроена. Я, кстати, знаю многих наших однокурсников, которые так и не смогли сделать этот переход от марсистско-ленинских догм к сегодняшней жизни. Главный атрибут, который сегодня отличает Набиулину в серой чиновничьей массе – шейные платки и шарфы, которые глава ЦБ любит с молодости, свободно ориентируется в мире цифр, никогда не была сухарем. Она любит классическую музыку и французский кинематограф. Вот сюда нужно, друзья, обратить внимание. Французский кинематограф – это то, где она выросла. А что касается атрибута такого, как платок шейный, друзья, ну это же элементарно, у нее на шее огромное родовое пятно, красное, как нарост, поэтому она носит шейные платки. И это, естественно, каждая женщина старается закрыть. Свои пятна, свои родимые пятна, свои корявости организма старается закрыть, прикрыть. Поэтому и Набиулина ходит в шейных платках. А что говорил у нас Климов по поводу родимых пятен, друзья? Кто не знает, почитайте Григория Климова «Имя им легион». Говорится о том, что родимые пятна, большие родимые пятна – это есть признак. Ну и дальше я вам не буду говорить. Об этом мы поговорим в следующий раз. Итак, безумству храбрых листецов. Сегодня мы пропели Одду, таким как Шарипов, директор школы в Башкортостане, который решил подлезать, так сказать, очень грубо и выдал медаль золотую через 30 лет после окончания школы. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok